всем здравия сегодня хотел поговорить о независимости стран частности россия и наше место в этом мире сегодня я хочу рассказать что на планете земля нет полностью независимых стран управление идет тремя человеками тремя людьми которые управляют нашей планетой дальше идет различные клубы бильдербергский клуб комитет 300 и так далее через которые уже даются задания там более таким скажем подчиненным всяким олигархам миллиардерам которые выполняют их намеченные планы существуют один два варианта три может быть различных планов вот как некоторые быстрее осуществляется некоторые медленнее эти планы осуществляются и таким образом сейчас идет передел планеты мира на земле существуют и светлые силы темные силы между собой они еще воюют разбираются светлые пытаются темных с этой планеты убрать так как планета светлая и когда сейчас убирают темных максимально темные хотят создать хаос неразбериху напоследок и желательно третью мировую войну и опасность существует на сегодняшний день в районе 60 процентов что будет война 40 что не будет естественно и на сегодняшний день существует план что сша лишается гегемонии куратора международного и появляется несколько центров в мире своих очагов сильных там китая россия вот западный мир индия и таким образом некая равновесие то есть наша планета развивается по программе у планеты есть программа у каждой стороны есть программу каждого из нас есть программа у дерева есть программа у птички есть у жучка и так далее все развивается по программе но поскольку на планете земля есть темные который хаос вносит неразбериху эти программы могут задерживаться смещаться с опозданием идти и многие вещи которые должны произойти были там через 30-40 лет происходит сегодня это чипирование это цифровизация ускоренная потому что пандемия не такая планировалась и все это сейчас ускоряется то есть не во благо людей и так далее хотя мы тоже должны эти уроки пройти определенные то есть каждый делать свои выводы потому что уменьшается образование внедряется какой-то хаос в культуру глупости различные вставность мышления у людей существуют если все это делают значит и мы будем делать все ставят татуировки значит я буду делать если все будут глупые песни слушать и это все же по центральным телевидению пока значит и мы будем эти глупости делать то есть большинство людей не разве когда они имеют стадное чувство говорят ходить в храм во всех ходят в храм а почему ходят ну вот я вроде бы тоже буду ходить потому что все ходят и так далее то есть люди не могут свое мнение иметь развиваться потому что еще не очень развиты и сегодня россия получает постепенно независимость шагами шагами и америка и другие западные страны вводят санкции то есть вроде бы эта игра с одной стороны идет и с другой стороны это не игра потому что темный начинает сопротивляться в воде хаос там ухудшает образование переписывают историю многие страны друг на друга наузкивают вроде бы многие страны хотели бы с россией дружить иметь хорошее отношение но приходит другая страна типа сша год ребята вы должны там такую гадость сделать россии вот это обязательно и так далее россия очень дипломатично всегда себя вела и так далее и вот сейчас все страны там индия китай россия максимально сейчас получают независимость по программе то есть так создана и другие страны ничего с этим сделать не могут тоже сил не хватит всех приструнить и против всех вести войны и поэтому все эти процессы уходят то есть у россии есть центральный банк который теряет тоже постепенно будет более зависим от россии он сейчас независимый так далее свою политику проводят и вот это сейчас очень четко можно видеть как на россию давят да как санкции работают на ровном месте просто из ничего возникают понятно что все хотят иметь другого президента никто не говорит что там наш президент идеально никто не говорит что прямо законы все идеально это просто такая программа мы должны через это пройти постепенно будет все меняться мы уже много раз об этом говорили и в предсказательных ченнелингах у нас на канале да и вообще я своих лекциях говорил многим мешает понять ситуацию нежелание смотреть телевизор там допустим да какие-то вещи с телевизор получают они вся искривленная информация есть но сегодня нужно обладать интуиции и ощущать эти знания то есть нашего канала с подобных каналов там вот каких-то умных людей которые могут писать различные статьи они существуют и тогда уже у вас внутри образуется в голове в каком мире вы живете куда мы двигаемся что надо сделать чтобы более правильного взаимодействия с этим миром вот сегодня да допустим происходят какие-то вещи вам что-то не нравится не надо выходить на улицу смещать правительство и так далее это неправильно но нужно выражать свое мнение обязательно в социальных сетях что этот закон не нужен потому-то потому-то там вы написали другой написал миллионы написал и все и закон этот отменили или отложили но правительство как бы сейчас шумиха есть все закон убираем ждем у нас люди сидят типа ну ладно там будем терпеть раз закон дурацкий вели там раз еще какой-то вели там и все люди сидят все всех устраивает ой жизнь плохая президент плохой а сами вы что для этого ничего никто не сделал вот а все ждут пока романс насти что-то сделать или сущности возьмите вы тоже что-то сделать один человек не может все изменить в этом мире вы тоже должны быть причастны к чему-либо если вы видите прочитали статью на дзене в интернете и видите что что-то неправильно пишите свой комментарий там если есть где-то отзывы там на каких-то государственных сайтах тоже напишите вы напишите 20 человек на персотый человек тысячный миллионный и все и таким образом все будет меняться вот так надо взаимодействие с государством государство что-то делает говорит и часто нас не спрашивает а нам нужно спрашивать провести там опрос какой-то хотя предварительный с пенсионной реформы с тем всем у нас законы вводится так чтобы было выгодно государству о людях никто не думает бывает и программа такая а бывает что просто правители такие не очень вот потому что все таки программа плюс минус 10 процентов изменения могут быть и в ту и в другую сторону и так хорошо и так хорошо а для вас эти 10 процентов могут быть критическими по зарплате по каким-то законам там и так далее сегодня происходит сталкивание всех стран лбами вот это делают темные люди естественно становятся более такими агрессивными идет пропаганда в каждой стране плюс этот кризис и под соусом этого кризиса тоже много что подается там и люди очень свято верят правительству до сих пор вроде бы ругают его президент плохой правительство плохой но все равно верят в прививки все равно верят в те законы которые делаются больше половины из них они против людей сделаны на самом деле вот и не всегда все понятно на канале мы часто у себя рассказываем об этом почему прививки почему чипы почему так произошло там плохо ли это хорошо ли это вот как тому или иному действие нужно относиться будут несколько центров силы на планете земля будет укропняться языки какие-то языки буду ходить какие-то культуры будут теряться границы стран будут меняться пересматриваться отношения с друг с другом то все будет выходить на новый уровень то есть если относиться к к этому миру с глубокими знаниями то будет легче житься вот скажем так многие люди как рассуждают начинают душевно развиваться все моя хата с края ничего не знаю вот я там медитирую занимаюсь собой там телевизор не смотрю а там меня этот мир вообще не интересует а потом вот почему так все плохо оказывается потому что вы не участвуете в этом мире во всех процессах понятно что есть этапы когда ты не участвуешь в этом мире потом наступает этап когда ты должен участвовать потом тот который участвовал в этом мире тоже берет какую-то паузу на отдых вот и занимается дальше своими какими-то делами там развитием там семьей еще чем-то насколько хватает сил и возможностей то есть у каждого человека в жизни есть свои этапы борьбы с чем-либо семья там душевное развитие конечно хорошо чтобы это все было изначально самого рождения дозировано чтобы все и душевное развитие было правильное питание и то есть все и 5 10 но не всегда это получается к сожалению поэтому надо двигаться вперед вот сознанием дела и то что мы сегодня видим очень много различных политиков различных политических консультантов рассказывают нам различные версии сказки свои специально тоже этих людей запускают чтобы люди вещали как бы вроде бы правительству не верим а вот эти люди говорят правильные вещи а большинство этих людей куплены давно и специально это говорят и делают чтобы люди больше их слушали один говорит одно другое другое то есть у вас голове хаос такой тоже происходит потому что сегодня вроде он одно говорит а завтра почему-то он другое говорит послезавтра третье то есть эти люди за это деньги получают они что-то говорят много много говорят и зачастую не того чего надо говорят а то что надо говорить они никогда не скажут потому что из-за это могут по попке отшлепать таким образом людям очень сложно в этом мире ориентироваться вроде бы плохая медицина плохое государство там не верим президент но все равно все идут в медицину все там лечатся осложнения куча вот какие-то еще проблемы в прививке все верят почему-то потому что не знаю почему то надо верить потому что все так вроде говорят если говорить каждый день то человек это верит и сделает это вот пропаганда идет промывание мозгов а то что люди самостоятельно думать разучились и не хотят размышлять и думать и некогда потому что государство все делает таким образом что людям некогда было думать надо работать решать бытовые проблемы вот семейные дела вот вопросы со здоровьем на развитие и на думание уже не остается к сожалению времени цивилизация развивается мы должны вникать куда мы движемся на ощущать и так сказать использовать свои знания и менять этот мир взаимодействие тоже с государством различных уровнях через интернет через портала различные вот через различных людей которые более активно доносит свою позицию государством ну и естественно объясняя другим людям которые тоже немножко плавают и большинство людей плавают чем меньше мы образованы тем легче нами управлять тем меньше мы интересуемся тем легче нами управлять чем меньше мы их свою активную позицию выражаем тем легче на нами управлять вот чем меньше люди хотят что-то новое узнать тем легче нами управлять то есть человек должен сам развиваться во всех направлениях человек должен знать как ему жить где взять информацию пользоваться интуицией максимально больше медитировать заниматься йогой приводить свой мозг в некое расслабленное состояние иногда чтобы легче было понимать и взаимодействие с этим миром пишите свои комментарии что по этому поводу думаете вот если есть какие-то темы для видео обязательно снимем хорошего дня настроения на связали